Вот, к примеру, вам нужно, вот вы сегодня много поработали, вы устали, и в конце дня вам нужно что-то себе дать, любимый, чтобы себя похвалить и чтобы себя зарядить. Это может быть спа, это может быть любимая еда, это может быть массаж, это может быть общение с интересным человеком, это может быть любимый чай и любимая книжка. Но важно вот в этой жизни, в этом потоке, особенно сейчас часто многие живут в мужской энергии, в достигаторстве, а я про это как раз рассказываю, потому что я в энергии достигаторства, но сейчас я более такой гибкий, и я сейчас себе часто позволяю сходить в сауну, отдохнуть, съесть попутешествовать, потому что я как курица, высущая золотая яйца, меня нужно питать. Потому что когда я три месяца безвылосно пашу, я это могу делать, и мне вроде нормально, но потом я понимаю, блин, как же я устал, и я изнашиваюсь, а когда я сам себя благодарю и каждый день делаю какие-то действия, которые меня заряжают, я как курица становлюсь более плодотворным. Это как затачивать пилу, то есть вот пила, чтобы пилила, ее нужно затачивать. И вот наше тело, наши энергии, мы сами, нас тоже нужно затачивать, поэтому нам нужно иногда ходить к доктору, иногда ходить в салоны и инвестировать в себя, и тогда появляется возможность себя использовать потом более часто, потому что у нас энергии больше. Поэтому здесь вот такой инструмент, это создать список тех действий, которые вас заряжают, которые вас затачивают и делают более счастливым, чтобы дальше у вас была энергия на то, чтобы ее инвестировать. Да, мне тоже нравится эта метафора про курицу, так что думайте, чем вас курчик кормить, чтобы вы несли еще больше, еще более продуктивных и красивых яиц. И вот еще то, что вот как куриц, ну нам важно, всем людям, вот если представить, что у нас есть депозит уверенности, то вас курочек, я еще сейчас подумал, вас телочек, если подумать, что мы еще даем молоко, то вот нас нужно тоже выпасать на лужайке с солнышком. Вот. Но иногда я ищу, чтобы плетка была, еще и знаете, такой, как бы вот есть морковка спереди, но должна быть еще морковка сзади, то есть еще с женщинами это хуже работать, с мужчинами лучше. Это должно быть что-то, какие-то наказания, если мы прогуливаем, если мы не справляемся, такая декларация. Но про это я не буду рассказывать, это такой, ну спорный, не для всех, я чуть попозже расскажу про то, что варка, значимость познания себя, потому что кому-то нужны морковки сзади, кому-то нужна плетка, а кому-то не нужна плетка. Нужно понимать свой психотип, нужно понимать, что на вас влияет, потому что если вам есть там мода, еще продолжается мода на декларации, когда человек ставит, вот я достигну эту цель, я куплю эту машину, я заработаю миллион, а если не заработаю миллион, то сто тысяч рублей отдам бабжу Васе, либо спалю, сожгу их, либо отдам своего врагу. И это не со всеми, далеко не со всеми работает, а наоборот заводит людей часто в ступор. Об этом я чуть попозже расскажу, важность понимания себя. Так вот, депозит уверенности. То есть, чтобы действовать из дня в день, чтобы быть уверенным, чтобы общаться с людьми, вот то, что я говорю, что я на равных могу общаться с миллиардерами, долларами, хотя у меня нету миллиарда. И они чувствуют меня тоже достойным общения с ними. Почему? Потому что у меня есть большой депозит уверенности к самому себе, депозит самоуважения. И как он нарабатывается? Он нарабатывается через маленькие действия. Чистить зубы, заниматься зарядкой, бегать, делать добрые дела, выстраивать хорошие отношения с друзьями, хорошие отношения в семье, дарить пользу людям. Вот, к примеру, я сейчас с вами, я от души делюсь своим опытом, и я себе, я надеюсь, что вам это полезно. И я себе сам кладу на свой депозит самоуважения и уверенности баллы. И завтра я проснусь уже более уверенным человеком, потому что я сделал что-то доброе. Я посадил семена, я поделился своим опытом от души, и я сам предложил это в фрипаблисте. То есть меня уже давно не использовали, и мне на планерке говорят, Дим, кого мы можем пригласить из крутых людей, чтобы они на целеполагание поделились. Я такой думаю, ну вот можно этого, этого. Думаю, блин, а чего меня не пригласить, я же давно не выступал. И я сам решил, вместо того, чтобы эгоистически инвестировать время в какие-то свои личные дела, в какие-то операционные процессы управления бизнесом, я решил с вами этим поделиться. Я себя хвалю за это. И вот те действия, за которые вы сами себя хвалите, они откладывают вам на ваш депозит уверенности валюту. И эту валюту потом можно использовать в любых других целях. То есть вот как это, по сути, один из кормов этой курочки. То есть курочка должна быть уверена в себе, она должна быть уверена, что следующее лицо будет лучше, что с каждым днем мы становимся лучше, потому что мы делаем что-то хорошее. И это один из законов кармического менеджмента. Давать больше, чем ты получаешь. То есть вот есть, мы все в обменном процессе находимся. То есть мы меняем деньги на услуги, услуги на деньги, внимание на внимание других людей. И люди делятся на тех, кто дает больше. И в целом есть люди, которые никогда не ожидают, сколько они получат. Они всегда понимают, что от них не убудет. Часто можно встретить людей, которые говорят, ну да, давай встретимся, или да, давай помогу, или да, я поделюсь. Да, я расскажу, поделюсь опытом, с меня не убудет. И они, это люди, которые понимают, что у них всегда все будет. И они живут в парадигме, что нужно делиться, это хорошо. И вот когда человек живет в парадигме, не что я получу, не обмена, типа обмен на обмен, а с парадигме такой благости и парадигме изобилия, то он уже этим автоматически откладывает себе неосознанно на депозит уверенности. То есть многие люди это неосознанно делают. Я, к примеру, эгоистичная натура, я осознанно это делаю. То есть я осознанно понимаю, что мне, чтобы на депозите уверенности у меня пребывало, мне нужно другим давать. Вот. И, к примеру, Катя Иноземцева, она неосознанно такой гивер отдающий. И она неосознанно живет в кармическом менеджменте. То есть у нее это привито в семье или звездами, природой. У меня это обществом природы привито другой патент поведения, эгоистичный. И я сейчас рассказываю свой жизненный путь, что как только я начал больше давать чаевых, быть более щедрым с сотрудниками, с партнерами, то я стал себя больше уважать, и мне стало тоже больше пребывать. Это те зерна, которые мы сажаем. Если мы сажаем зерна добра, то вырастет дерево добро, и оно даст плоды добра. Если сажать зерна благости, зерна щедрости, то будет вырастать и щедрость в ответ. А если скупость, то и в ответ скупость. Поэтому часто говорят, что если люди думают, что вокруг обманщики, воришки, то вокруг у них эти люди будут, потому что, когда ты смотришь на людей и думаешь, что тебя обманут, то они в ответ тоже, эффект нейронов, зеркальные нейроны, это то, что я, к примеру, шевелую сейчас рукой, у вас в мозгу та область зашевеления рукой, она тоже активизируется. И вот если вы видите человека, который на уровне невербалики передает вам недоверие, то значит вы тоже снимаете это недоверие, и вы ему не доверяете. А когда ты не доверяешь, то включается? Включается защитное действие. А когда защитное действие, то другое тоже защищается. И получается, что люди вместо того, чтобы помогать друг другу, создается эффект взаимного, ну кто быстрее кого условно нагреет. А если жить в парадигме изобилия, то становится мир более таким, что ли, щедром. Как вам это все откликается? Дайте обратную связь. Что вот из...